Кому-то может показаться, что эра спортивных гонок в городе Магнитогорске закончилась с приобретением одним нашим товарищем очень мощного автомобиля, типа Porsche 911 Twin Turbo. Да, действительно, на Porsche 911 Twin Turbo с объемом двигателя 3,60 литра можно, конечно, порвать им также Twin Turbo Mercedes SL600. Но спорить пока с этим автомобилем мы не будем, а ребята решили гонять, ну, с одноклассниками, типа Ford ST, может гонять с Volkswagen Golf, G-Time, разумеется. Но можно и из японских автомобилей выкачать кое-что. Конечно, спортивные автомобили, которые приехали из Японии, они несколько устарше, как типа Nissan Skyline, помните, красный кипкой с полосками. Как в него жить надо было бы вдохнуть? Ну, поднять давление в топовой системе, поставить новые спортивные форсунки, увеличить производительность топливного насоса и, возможно, поменять турбину. И все это, всего этого, точнее, в городе вы не найдете. До поры до времени, а сейчас можно и найти. Итак, и снова возвращаемся к тюнингу и подтвердим. Это не фетиш, это серьезно. Никогда настоящий драйвер не будет лепить наклейки, суть которых он не знает. Но, не отвлекаясь на инсинуации по поводу IQ-водил, скажем, здесь в основе полезные устройства, которые реально придают вашему авто спортивный вид. Ну, элементы тюнинга присутствуют и у нас. Мы недавно тюнигировали камеру, взяли наконец-таки микрофон, петличку, вот и приехали в автоспорт-тюнинг. Для того, чтобы здесь порадоваться и задать себе вопрос, А что это такое? Ну как, догадались? Очень похоже на фары для BMW 7 серии. Но это тоже на 7, только на вас. И в итоге очень симпатично будет выглядеть ваша 7. Кроме всего прочего, здесь есть в большом количестве, вместе с сезонными скидками, альтернативная оптика, как фронтальная, так и, соответственно, бэковая, ну, то есть на задницу. Кроме всего прочего, есть также альтернативная оптика на Mitsubishi, на Renault и на Ford. И есть сертификат соответствия. Ну, это для тех, кто сомневается, что техосмотр не пройдет. Пожалуйста, приобретайте, ставьте, берите сертификат соответствия, и вот и вам доказательства того, что ваша машина может эксплуатироваться. Кстати, альтернативная оптика во все применяется и на Западе. И доказательство тому, это наиболее продвинутые печатные издания, типа форсаж и тюнинг автомобилей. Но эта оптика ставится и такими известными ателье, как AMG, Alpine и Brabus. А о любимых штатах и говорить нечего. Конечно, есть не на каждую машину, но на многие это точно. Так что визуальная составляющая тюнинга вам более чем доступна. А в следующем сюжете вы увидите реализацию задачи, прежде не решенную никем. Конечно, Россия это не богатые Соединенные Штаты и не сытые японские острова. Там даже в небольших городках есть такие магазинчики, которые специализируются на серьезном тюнинге, кстати. В Америке вы можете купить и турбины, форсунки, компрессора. Да нет проблем, все есть в наличии. В России это все надо либо ждать, либо все это стоит достаточно дорого. Есть, пожалуй, только что в Москве. А в Магнитогорске что можно купить? Да, пожалуйста, в Автолидере вы можете купить глушители, вы можете купить спойлеры. Вы можете купить некоторые приборчики такие, не самые нужные. Самые нужные надо еще поискать. Автоспорт-пьюнинг пошел дальше. Вот мы вам сегодня показали новый топливный насос, новую систему контроля давления. Есть и еще многое что. И в итоге, в общем-то, я рад, искренне рад, что в Магнитогорске появились люди, которые более чем серьезно относятся к автоспорт-пьюнингу.